Если человек не понимает, от чего у него возникает запор, то естественно он так и будет дальше работать. И далее, все это, можно так сказать, потихонечку следствие того, что запор работает. Да, когда на голодании, грубо говоря, яблочки она пыталась есть для того, чтобы запустился желудочно-кишечный тракт, но вообще-то от запора применяются совсем иные средства, смотря какой запор. Читайте мою книгу о запорах, запоры разные бывают. Вот разобраться в причинах этого запора, для того, чтобы организм работал регулярно, нормально. А не понимая этого, мы вот пытаемся, будем говорить, опять-таки приехать в автосервис, чтобы он нас подчинил. То с помощью глаукалуния, то с помощью вот этих вот таблеток, то с помощью, значит, голодания. Причем голодание, но это очень маленькое голодание, оно просто-напросто дисциплинирует, конечно, нас. Тот образ жизни, который вызывал запоры, тот и продолжается. И поэтому это все, в конце концов, начинает, прекращает работать ткани в организме, которые, значит, как раз где у нас запор? У нас запор где-то возникает в области прямой кишки, чуть там выше и так далее, да? Вот там начинают скапливаться эти каловые массы, они начинают отравлять, сушить и так далее окружающие ткани. И эти ткани начинают, теряют свои нормальные характеристики, они начинают нервы сжимать, именно так. И мы вот думаем, что вот и ногу потянуло или еще что-то. А это следствие того, что мы создали вот такие вот условия в своем организме, именно вот в этой вот области, которая начинает, будем говорить, страдать. Ну, я так поняла, что даже простым кефиром, если сделать себе кефирный разгрузочный день, мы очищаемся даже лучше, чем... И зачем окислять свой организм? Значит, тут вообще человек, я говорю, не понимает, что такое окисление, что такое там ощелачивание. И эти вещи вообще, их не надо брать. Еще разок-полторую. Надо нормализовать внутреннюю среду. И я просто скажу, насколько голод, насколько может кефир очищать или еще что-то. Да, он, грубо говоря, там что-то сделает такое, нормализует более-менее микрофлору. Как раз кислое содержимое необходимо для того, чтобы толстый кишечник более-менее нормально работал. Вот, ну и все. Вот, вот, это там, знаете, как бы сказать, мы кишку там это немножечко там протрусили и все. А вот, видео, жаль, что я там поудалял, многим не понравилось, что там с меня выходило. На 30-е сутки, на 35-е, и те же даже 40-е. То есть, выходит грязь, которая имелась в клетках организма. Идет очищение на клеточном уровне. Даже не на уровне там желудочно-кишечного тракта. Это давно там очищено там будет. А вот именно идет очищение на уровне лимфы. На уровне межклеточной жидкости. И на уровне клеток. Вот где идет. И там такое и выходит. А это, когда человек не видел, что там за 2-3 суток там увидит и думает очищение и так далее. Ну, давайте дальше. Мало того, что тебе не хватает в этот день витамина, ты еще и окислил. Вот знаете, вот когда человек находится на каком-то, как бы сказать, уровне развития и понимания, ну, низком. Вот это он думает, что витамины что-то делают. Да ничего подобного. Ничего там они витамины особо там, грубо говоря, не делают за там эти там 2 дня, когда вы там поголодали. Это совсем иные вещи. Чем голодом. И зачем окислять свой организм? Мало того, что тебе не хватает в этот день витамина, ты еще и окисляешься. И у тебя там эта кислота убьет все, что надо и все, что не надо. Вот. Вот это говорит о том, что человек абсолютно не понимает, что происходит в организме. Где-то он слышал про кислоту, что она что-то там убивает, не убивает. Он слышал там про витамины, что они там вроде как полезны. И знаете, такое впечатление, что это витамины, ну, будто горят, как бензин в автомобиле только. Раз, нет, нету топлива, все там. Но это не те случаи. И витамины там у нас расходуются очень экономно, там вообще-то. Организм их там держит. Есть запас этих витаминов. То есть, ну, это совершенно не то. И никакое там не окисление, не ощелачивание. Просто организм, когда голодает, он сам создает такие условия для того, чтобы жить на голоде. Вот что надо понимать. Создаются условия, чтобы клетки выживали на голоде. Если там среда закисляется, значит, так оно и должно быть, закисление. Далее, когда будете выходить, значит, эта среда не нужна. Она, значит, нормализуется на нормальную среду там. Но не надо вот это ощелачивать и закислять. Это просто-напросто говорит о том, что вы не понимаете суть происходящего. Я так думаю, это не тот метод для очищения организма. Как бы, если уже очищать лимфу, это я уже говорила, солодка и какой-то сорбент. Для очищения крови это мед, лимон, чеснок. Вы знаете, мы все вот смотрим так поверхностно. Очистить лимфу, очистить кровь. Это вообще не очень так просто сделать. Это не очень просто сделать. А тут получается все такое упрощение. А, солодка, раз она там сорбентом вычистила. Да, она там что-то там сделает. Не без того. А лимон там свое там дело сделает. Но это значит, как бы сказать, это так что-то вот, то, что лежит снаружи, вы там быстренько убрали. Потому что есть такое понятие, как смягчение организма. Для того, чтобы шлаки собрались со всего тела, надо произвести как раз вот это смягчение организма в течение нескольких дней. Эти шлаки подводятся к органам выделения, а потом сама процедура, там с помощью сорбента, там, допустим, еще чего-то. Просто-напросто их с мест, где они собрались, выбрасывают. А так мы без предварительной подготовки пытаемся очистить то, что внутри. Туда же надо влезть еще, понимаете. Это не так-то просто. И именно вот большие сроки голодания этому способствуют. Лимон, чеснок, имбирь. Да, много таких вот с лимоном, с чесноком. Вот эти вот все составы очень хорошо прочищают сосуды. Это лучше, чем голод. Но дело в том, чтобы, опять-таки, голодание очистило там сосуды. Это, значит, так за недельку надо поголодать, а то и побольше. Для того, чтобы и вот этот чесноком, там тоже надо курс пройти. То есть неоднократная процедура, что вы сегодня там сели и все. Неоднократная. То есть все это как-то, вот знаете, вот, что все это облегченно, все это легко можно сделать, вывести и так далее. Я не говорю, что там надо, допустим, что-то действительно жесткое принимать. Организм очищается и нормализуется сам за счет образа жизни. Начинайте есть такую пищу, которая у вас меньше зашлаковывает, и на которой нормально работает организм. Да он сам все очистится. Вот такая вот истина мне пришла давным-давно, понимаете. Но вначале, вначале желательно пройти там курсы для того, чтобы это побыстрее от этого избавиться. Это вначале. Хотя можно и этого не делать. Нормализуйте свое питание, образ жизни, мышление. И пошло лучше, 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 лучше. Потихонечку. В общем, окисление. Просто за счет окисления очищаться, это, я считаю, неправильно. А желудочно-кишечный тракт, ну вот действительно, я себе сделала кефирный разгрузочный день потом. И я поняла, насколько это будет лучше. Оно же еще и заселяется из кефира, если покупаешь биокефир. Возможно, это как раз лучше для того, чтобы ликвидировать запоры. Чтобы нормализовать работу кишечника. Вот это, возможно, лучше будет, чем однодневное там голодание. Вот с этим я согласен. Но еще и заселяется полезной микрофлорой. А во время голода я, получается, эту микрофлору и слабительным этим магнезией, и клизмами я только вымывала, а это плохо? Ой, это говорит о том, что человек не понимал, как надо проводить голодание. Вначале, да, надо было прочистить, грубо говоря, пройти курс клизм, для того, чтобы очистить там кишечник. А далее все делается с помощью питания, с помощью образа жизни. То есть нельзя это делать постоянно и регулярно. Издеваться над своим собственным организмом вот такими процедурами. Все должно идти естественно. Мы забыли о естественности, о том, как он должен работать. А потом удивляемся. То есть, если уже вы голодаете, то тогда нужно как-то подселять себе эту микрофлору? Да ничего туда подселять не надо, она нормализуется сама, понимаете? Наоборот, на голоде микрофлора восстанавливается, естественно. Ну, не знает эта тетя о действии голода. И поэтому так говорит, что она там убивается, надо ее там заселять и так далее, и того подобного. А организм настолько мудрое вообще образование, что если туда вот такими вот вещами, знаете, как, грубо говоря, машину там не лезть, с какими-то усовершенствованиями, о которых мы не знаем, не подозреваем, то она будет ездить. А если мы начнем там что-то делать такое вот, то получается, то есть это пример того, как неправильно использовать оздоровительные средства, которые как и лекарства начинают действовать во вред человеческому организму. И человек это начинает интерпретировать по-своему, говорить вот так вот, вот так вот. Ну, в принципе, я так поняла, что почему это помогает? Потому что это регулярная чистка, но если делать чистки другого типа, и плюс ты еще постоянно потребляешь нужные витамины, правильно питаешься, то это будет даже полезнее. Поэтому голодание, я считаю, я себе, ну, не то чтобы вред сделала, ну, да, я себе сделала вред. Я себе повысила кислотность желудочного сока. Но сейчас более-менее вот в течение лета я не голодала два месяца. И яблоки не ела. Три месяца. И у меня отрыжки уже такой нет. Как раньше, я у меня это всего. Я чаю с утра попью, ничего не ела, а у меня уже отрыжка. Водички даже выпью. И то отрыжка у меня страшная. Это что у меня там такое в желудке творилось? То есть вред я себе оказала, пользы я не заметила. Вот смотрите, когда человек, что такое состояние на выходе после голода? Он очень чувствительный к тому, что будет в него загружаться. И тут то, что на обычном питании действует, знаете, мы можем и не заметить, это тоже яблоко съесть и так далее. На выходе из голодания это действует сильнейшим образом. Сразу начинает, будем говорить, перевозбуждать там и жизненные принципы. Начинает стимулировать вот это, грубо говоря, фруктовые кислоты, кислотность желудка. И сразу возникают вот эти все последствия от этого. Особенно когда начала 4 дня голодать, я себе вообще серьезный вред нанесла. Поэтому я 40 суток проголодал. То есть согласно заявлению этой женщины, я должен был вообще там умереть. А я перед вами. Прошло уже примерно сколько там, 18 лет. Это где-то было в 2000 году. И это прекрасный опыт, прекрасное очищение. Очищение было такое, что от меня никаких запахов не было в течение примерно полугода, месяцев 9. Ничего там от меня не пахло. Настолько было прекрасно очищено, нормализовано все. Кожа, состояние, связки, гибкость и все там такое. То есть вот тут-то произошло омоложение организма. А это, конечно, если бы я остановился на 18-дневном голоде, после которого у меня слезла эмаль с зубов и не разобрался в этом, как это надо делать. Я бы точно так же говорил. Вы знаете, я голодал 18 суток, все там такое. На апельсинах там выходил, как посоветовали мне. И что, эмаль с зубов слезла, поэтому голод это фигня, вы что там мне это. Не делайте. Если хотите, голодайте, а я больше не буду, потому что это все-таки штука серьезная. Даже один день в неделю. И нужно тогда как-то компенсировать. Вот эту крышку надо изучить. Как-то ощелачиваться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Потому что вы кислотой себя чистите, окислением организма. Офигеть. Тут выходит, можно кислоту там загружать, и она там будет чистить. Потреблять щелочные продукты. Ну это не то. И усиленно потреблять какие-то витамины. А с нашими продуктами, которые в магазине продаются, это как питаться. Надо употреблять, если на это. Надо просто, допустим, жить и своей новой мыслить. Если там содержится, опять же, все, даже овощи, фрукты, выращиваются с какими-то усилителями роста, они не успевают накапливать витамины. То же самое это касается и яиц, которые продаются в магазине. Ну вот тут тогда вот, слушая ее, можно сказать, что все это сыроедение на современных продуктах сплошной вред. Понимаете? Сплошной вред. Это не совсем так. Оно имеет свои положительные стороны. Вот просто ко всему этому надо, не просто так, знаете, вот, кислочность и щелочность, и мне плохо стало, отрыжка появилась. Вот, относиться. А более вдумчиво, более глубже в это все вникать. Вот тогда-то оздоровление заработает. А так и оздоровление не работает, и лечение не работает. Из-за таких вот поверхностных знаний. Молоко это я вообще молчу. Мясо, где взять натурально, это жесть. Просто была бы у нас реально хорошая пища, натуральная, можно было бы и поголодать. Так, нет, это только вред организму. Теперь, конечно, я устраиваю разгрузочные дни, может быть, какие-то, но все равно я даже на одном продукте стараюсь не сидеть, чтобы не обеднять организм витамином. Ну и о разгрузочных днях я буду дальше снимать свои видео, какое лучше. Друзья, подписывайтесь на мой канал, расскажу еще много интересного. До свидания. Ну что, мы прослушали опыт, опыт человека. В данном случае отрицательный опыт, с которого она вообще сделала выводы, и перешла на то, что ей более ближе, понятно и приемлемо. Ну и пожалуйста, делайте. Я имею совершенно иной опыт, что касается голодания. Знаю его получше, не понаслышке. Поэтому у меня совершенно иные результаты. Никакой отрыжки нету, кишечник работает. И если вы желаете действительно понять это, на сайте моем лежат вот эти вот книги, авторские учебники. Пожалуйста, прочитайте сначала внимательно, а потом начинайте действовать, чтобы у вас там кислотность и щелочность не смущали вас.